добрый добрый день уважаемые зрители моего канала показываю водоемчик который у нас за домом есть такой вот прудик если это можно так назвать вот туда идет вот туда в самый самый конец далеко вчера сюда выпустили карасиков рыбы здесь есть но пруд конечно нужно чистить чистить его надо здесь уже настолько он завален деревьями всякими сучками веточками что конечно уточку не закинешь но нам вчера дали жилых карасиков решили жалко было их убивать и вообще мы сюда и их выпустили пускай растут так ну пришла я сюда не за этим а пришла я сюда для того чтобы показать то что я больше всего не люблю в птицеводстве ненавижу даже не побоюсь такого слова а именно вот именно вот я надеюсь понятно да без слов это конусы для убоя птицы у нас вот этот конус уже давно видавшие виды но он маленький из такого конуса допустим селезень мускусные утки или более крупная птица просто выскакивает и ну невозможно невозможно удержать и птица страдает и в общем не получается все как говорится как по маслу хотя этот процесс конечно в общем сложно эти слова да какие то чтобы это не выглядело как то некрасиво хотя процесс сам по себе ладно давайте эти как говорится эмоции оставим и в общем то я покажу потому что спрашивали чаще всего возникают проблемы с убоем не какой-то маленькой птички там петушка курочку это можно конечно и там топориком и так далее а вот именно с птицей с крупной как то индюки гуси и мы не от не отрубаем ничего мы халяльно убираем птицу то есть перерезаются сонные артерии выпускаем всю кровь ну в общем нам такой способ больше всего нравится вот благодаря дмитрию бочаров у меня появился такой шикарнейший конус который как раз таки для индюков и для гусей очень даже подходит по размерам не нужно связывать лапы то есть понятно да вниз головой помещается птица перерезает сонные артерии и птичка засыпает не зря эти артерии называются сонными потому что птичка именно засыпает она не боится в общем то не бьется нету переломанных костей на крылышках то есть в общем то все если можно это так назвать более-менее гуманно а сегодня случилось все таки то чего я уже так долго ждала будем убирать индюка тот который задира тот который не дает никому крыть сам не кроет никому не дает ну во первых он по размеру меня не устраивает он маленький реально оставлял для подстраховки потому что беломорка конечно крупный вот но понятно уже что понятно уже что от него только никакого только только одни минусы сам маленький крыть не дает и в общем то пора бара с ним что-то решать долго мы ему давали так вот муж уже принес так долго мы решали как нам быть продать не продать но в общем то в общем то нужно нужно решаться вот сейчас муж уже принес то что ему нужно для этого и пошел за индюком конечно покажу в дальнейшем тушку если интересно могу показать конечно как я щипываю но это проще простого индюки ощипываются очень легко тоже как и бролеры а вот вес посмотрим посмотрим что там у нас получится так ну я сейчас убегаю и такие вещи не могу эти . бегает то есть тося где на там бежит ну вот бригада ух сам сам идет самый главный не не говорит я не в общем пошли ладно я убегаю так ну вода готова тушка отвиселась сейчас подойдем поближе вода почти кипит ничего страшного для взрослой птицы не бойтесь перешпарить кожу обычно такого не случается так сейчас мы берем индюка наверное все таки мужа позову чтобы он мне его ошпарил ну вот издалека да вот в большом конусе видно все стекло пора пора его уже ошпаривать так индюк здоровый отпариваем моего частями не лезет он у нас корыца значит уже сейчас голову отпарили один бог потом второй такой конечно это птица мощная вот так вот так вода у нас практически кипит шкурку у нас не перешпаривается так как птица взрослая поэтому не бойтесь так вот так макаем опускаем макая огонечек нас там горит в общем все нормально закончили мы ощупь в общем то все очень быстро пошло у нас пера немного в линьку не ушел это очень хорошо вот на что хотелось обратить внимание вот смотрите белый широкогруда индейка то есть вот это все это все это все филе почему я выбор свой остановила именно на этой породе кто смотрит мой канал давно вы помните у меня были и бронза и тихорецкие и серебро вот такой грудины нет нигде ни у кого ни у какой породы из того что мне доводилось убирать был даже есть видео такое я убирала белый широкогрудых и бронзу ну бронза вы знаете вот грудка такая как обычно бывает у домашних петушков она такая ну вот как бы компактная такая узенькая у белой широкогругой вот это все это все филе это все филе то есть все таки не зря на широкогруды здесь очень-очень много будет белого мяса драгоценного диетического ну в общем то поэтому все таки белый широкогруды для меня ну одна из самых лучших пород я не знаю может быть есть и более какие-то породы я не имею ввиду бролеров а из породной индейки все-таки белый широкогруды так вот бедра у него очень хорошие бедра тоже нагулял он хотя видите он крыл и он был у нас немножечко неправильный скажем так ну все теперь у нас что идет следующее сейчас мы его опалим и убираем все внутренности и несем домой так друзья потрошка показываю чтобы вы понимали о чем я говорю в индюках всегда обращайте внимание при заборе индюков на состоянии печени то есть печень должна быть здоровая нормального цвета без всяких вкраплений то есть не никаких пятен на ней быть не должно если вы видите какие-то пятна на печени на печени это очень такой серьезный сигнал о том что ваши индюки возможно болит гистомонозом вот в данном случае печень здоровая нормальных размеров вот желудочек правда немножечко у нас вот смотрите после того как две недели будет два месяца почти индейкой вся птица была на диете на овсяной посмотрите все равно сколько жира на желудке так сердечко хорошее нежирная в общем видно по органам что птица была здорова а сейчас приступим к взвешиванию так закончили мы обрабатывать индюка вот он наш красавчик взвешиваем ну большого веса я конечно от него не жду так как понятно во первых не было задачи его откормить так 9 635 это потрошенная тушка белого широкогрудого индюка кто смотрит меня постоянно в курсе что с января месяца птица у меня была на диете на овсяной поэтому жира в нем вообще абсолютно нет а если бы если бы на откорме то такого возраста можно добиться к шести к семи месяцам 9 ты 9 килограмм с лишним тушка индюка я считаю что это прекрасный вес показываю внутри все потрошенное сейчас включу камеру все чисто да еще не мыли его все выбрала оттуда там все хорошо жира нет жира вообще нет вот немножко грудинку мы тут распахали подошли рука туда не прорезала ну что если считать а живым весом вот к этому весу добавить 30 процентам ну да живым весом где-то был килограмм 14 вот 9400 9400 а 9600 ребят 9600 до 9600 хорошо я довольна так саш снимай я покажу что весы на нуле и туда его ближе к раковине си все на нуле все ребятки пошла заниматься мне еще предстоит задание с ним разобраться что куда чего вас была рада приветствовать на своем канале наконец-то я вам показала вес серёж веса убирай сразу на место показала вес показала тушку все всех рад было приветствовать все доброго до новых встреч пока пока